Привет, мои уважаемые зрители! Я, как всегда, снова рад вас приветствовать в очередном видео. После выхода моего видео об аквариумных рыбках с Алиэкспресс, очень многим зрителям и подписчикам понравились аквариумные щучки. Они не настолько популярны, как живородящие, харациновые, лабиринтовые рыбки, но это в какой-то мере, я думаю, потому что о них мало информации в интернете. И немногие знают, что существуют такие виды рыбок, ведь до того, как я залил видео про щучек с Алиэкспресс, я публиковал уже несколько видео про своих фундулов анхаксов Гарнера, про выставку Келли Фиш, лекции по содержанию разведения аквариумных щучек, правда с не очень хорошим звуком, но тот, кому очень интересно, конечно же, посмотрели. Однако они не набирали такой популярности, так как многие не понимали, о каких рыбках идет речь. Спасибо китайцам, что обратили внимание на этих прекрасных рыбок. Благодаря им очень много людей узнали, что они существуют. Когда я сам узнал про существование таких красивых рыбок, то начал их разыскивать среди аквариумистов. После того, как нашел, моей радости не было предела. Об этом у меня есть на канале видео, как я принес своих первых щучек домой. Названия у Келли Фиш не совсем привычные для начинающих аквариумистов и состоят из двух слов. Я когда впервые услышал название и подбирал себе рыбок, то сам запутался и своих фундула-панхаксов Гарнера назвал офисимионами Гарнера. Но благо потом поправил меня человек, у которого я их покупал. Зовут его Евгений Душкин. Его очень хорошо знают среди аквариумистов, особенно среди келли Фиш. Человек с 70-х годов содержит и разводит щучек. Знает про них очень много интересного и полезного. Также на канале можете посмотреть его лекцию про щучек. Еще советую вам зарегистрироваться на сайте Склик, который посвящен щучкам. Там целый кладезь знаний и очень интересных рассказов. И о экспедициях, как находят новые виды щучек, как их ловят, где содержат, как везут. И о том, как лучше содержать рыбок, разводить, как сохранять икру, когда и как выводить потомца. Даже есть такой способ вывода малька, когда помещаете бутылек с икрой в карман и ходите по квартире. За это время оболочка икры подвергается, так скажем, механическому воздействию. И личинке мальку легче проклюнуться. В общем, все это очень интересно, забавно и очень увлекательно. И стоит того, чтобы хоть раз попробовать их в содержании. По поводу содержания, я уже говорил в предыдущих видео, что они не требовательны и довольствуются малыми объемами. Но это если говорить в общем. А лучше всего рассматривать каждый вид в отдельности. И об этом у меня будет в последующем видео. А сейчас все-таки же по вашим просьбам я покажу аквариумных щучек, которых видел на выставке Телефиш в Хайкале. Выражая огромнейшую благодарность Алексею Кубракову, очень хорошему человеку, за предоставленные фотографии щучек. Он провел не один день, ловя момент для удачного кадра. Благодаря ему мы можем рассмотреть этих чудесных рыбок. Пока икра моих новых щучек едет из Китая, мы с вами посмотрим, какие хоть щучки бывают. Кстати, первая посылка с икрой потерялась. И я ожидаю вторую. Но это, я думаю, не повод расстраиваться, а повод еще больше нагулять аппетит. На этом у меня все. Если есть вопросы, то пишите их в комментариях под видео. Ссылки на видео, о которых я говорил, в сайте, оставлю в описании под видео. Спасибо вам за поддержку и обратную связь. И за то, что смотрите мои видео до конца. Если видео вам понравилось, то лучшей благодарностью будет, если поделитесь им в соцсетях, поставите лайк, порекомендуйте для просмотра своим друзьям, знакомым. А сейчас самое время подписаться на канал, чтобы не пропустить следующее видео. До новых встреч. Пока-пока.